Объясни пожалуйста это. Я интервью не собираюсь давать. У меня тоже такая же камера есть. Так вы мне дайте прочитать ваше постановление. Я давал только что. Ну дайте мне сейчас почитать. Да вот у меня жена свидетель. Вы мне ничего не давали. Жена же читала. Почему она-то читала? Потому что она за телефон-то не хватается. Ей говорят прочитайте пожалуйста. Это мои проблемы. Это вообще я понять не могу. Причем здесь это. В смысле женатый. Сергей Анатольевич это наша общая проблема с вами. Я вас знать не узнаю. Знаете ваши действия они неправомерны вообще. Так я знаю что вы жалуетесь на меня. Что всю жизнь мои действия неправомерны. Я говорю вам придите к начальнику. Скажите ему. Что я не хочу чтобы на участке где я проживаю. Я не хочу чтобы был именно этот участковый. И все. Какие проблемы? Меня переведут. Или совсем уволят может быть. Я же не против. Кто против? Я вот насколько тебя вижу. Микарс тебя сглует вообще не в порядке. Ты себя ведешь как клоун реально вообще. Ну возможно и не в порядке. Самый настоящий. Самый настоящий. Но ты даже на клоуна больше похож. Понимаешь? А куда ехать-то основание-то пожалуйста. Куда вообще ехать? Вот человек тебе показывает основание. Что он где? Он мне ничего не показывал. Клоуна ду свою за дверью пожалуйста. Что ты не покажешь на основание? Показывал уже. Ну дай почитать. Дай почитать. Дай посмотреть. Сергей ты выключил. Он тебе покажет. А почему я должен что-то выключать? Я понять не могу. Это мое право полностью. Так как ты читать-то будешь? Как хочу так и читаю. Твои-то проблемы какие я понять не могу. Я тебе почитать дам, снимать и заняться. Как это так? А я не буду снимать что? Я сфотографирую. А я сфотографирую что? А я сфотографирую. Ну и все. Я тебе копию предлагаю получить. Копию могу выдать. А фотографировать я тебе не дам. А копию-то в каком случае мне выдают? Если я расписываюсь, да? Конечно. А дорогой мой? А почему я не... А там написано копию получил. А дорогой мой? А если ты не распишешься, ты скажешь я ее не получал. Так если я не ознакомился с материалом, почему я должен там расписываться. Ну давай почитай это на окне. Вот это да. Я здесь вот должен расписаться правильно? Правильно. Сейчас я сфотографирую для начала. Ну отлично. Так, постановил. Сергей, так ты распишешься. Да ты, дай мне почитать. Ты у себя на лбу расписывался. Ты что, никого убедил-то вообще? Я понять не могу. Сергей, читай. Что ты такой? Человек-то трудный. Человек-то трудный. Так не труднее вас-то, наверное, будет. Наверное. Вот это вот мне предлагали почитать, в общем, да? И расписаться. Ага. Так, сейчас будем читать. Постановил. 23.05.2018 года около 19 часов 00 минут. Кокотеев С.А. Анатольевич, находясь в коридоре дома 20 по улице, фабричная 20, фабричная в городе Шадовинской Курганской области, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений взял в руки палку и, удерживая ее над головой, ух ты, да что вы говорите, над головой побежал за Завьяловой Ирины Сергеевны, высказывая ее адрес, слова угрозы, физического расправа, да вы что, действия и слова, которая Кокотеева С.А. из Завьялова И.С. воспрела реально так, как у нее имелись основания опасаться за свою жизнь. Во-первых, дорогой мой человек, у меня жена сидит, что я вообще... Так вы дайте показания. Тихо, 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 подожди. Ты выслушай, а что ты переодеваешь-то, правда, что ли, режут глаза и уши, что ли, или что? Слушай вас. Тихо, во-первых, я проснулся, у меня автомат, машина играла, в смысле, это и работала, но и она брякала. Мне показалось, после того, как Рома выносил мне дверь целый день с Абышевой, мне показалось, что он брякал в дверь. Я просто вышел с палкой, над головой не поднимал, в носках и в трусах, на коврике постоял, смотрю, Рому нету, это было 20 секунд, Завьялова стояла с Еленой, соседкой, вдвоем, у ихней двери, это 10 метров, 10 метров от моей двери напротив, они зашли быстрым шагом в комнату номер 13, я смотрю, Рому нету, понял, что мне приснилось, зашел обратно. Извини меня, Завьялова, я вообще никак не обращался, абсолютно. За ней даже не выходил, чтобы к ней вообще обращаться, вот и все, что. А все и бред, извините, у меня жена свидетеля, мы не расписаны, она чистая, хорошая, просто знакомая, понимаешь? По закону-то мы не состоим в браке, она может идти свидетелем, она была в двух метрах от меня, и все это видела и слышала, понятно? Вчера дала показания, я их сфотографировал. Дальнейшее объяснение есть? Сергей, это все надо в отделе. Вот, 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 так вот смысл-то в чем, смысл-то в чем? А на какую ты меня в два часа комиссию собрался везти и куда? Сергей, вот постановление-то есть. Ну и что так, постановил, подозреваемый, обвиняемый потерпевшего свидетеля, Катеев А.С.А. Анатолич, проживающий по адресу Курганская, фабричная, 20-12-10, подвергнуть приводу к дознавателю, ДО, МО, МВД, что-то. Так я сам, смысл-то, могу к нему приехать? Сергей, если не пойдешь... А давай я на такси поеду, хорошо? Я поеду, это, на такси, смысл-то. А ты хочешь сказать, что я, в смысле, не пойду, что ли, или сбегу, что ли? У меня есть основания, как предполагать. Ага, то есть мы сейчас, куда едем, так, следователь, получается? Едем, да. А надо каких-то к двум следователю-то? Поехали сейчас. Тихо, тихо, а в смысле это? Следователь, как фамилия-то еще раз у него? Там написано. Там написано. Ну, ну, ну. А на какую ты, ты почему, когда меня повез на суд, медэкспертизу-то, сказал, что меня там на работу берут в ФСБ? Сергей, я не собираюсь на камеру. Ну, а как, да? И у тебя такая же бумага. Почему ты обманным путем меня на какую-то комиссию там повез на суд, медэкспертизу, а тебе сказали ласково удалиться, потому что вы не правы? Сергей, вот бумага, смотри, там все написано. Собирайся, поехали. А куда ехать? Там написано все. Конкретно к следователю, правильно, а? Да. Ну, ладно, все хорошо. Так я без вас могу ехать-то, правильно? Там написано, что тебя надо привезти, понимаешь? Ну, а то есть, то есть, получается, я раньше, это мне были повестки, наверное, я не являлся, или как это понять вообще? Вот следователю надо, чтобы мы тебя привезли, понимаешь? Следователь выписал привод, ну и здесь. Что думаешь, зачем мы вот полотделом-то сюда приемли? Вот, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok